Семиглавый четырехпрестольный двухэтажный храм был воздвигнут в Больших Веземах Борисом Годуновым в конце 16 века. Тогда эти земли были государственными. Век спустя Петр I пожаловал их своему воспитателю Борису Алексеевичу Голицыну. Первым делом новый владелец принялся за реставрацию храма. Он нанял мастеров для реставрации храма. Это зафиксировано в источниках, что храм реставрировался. И после реставрации храм был переосвящен. То есть до этого при Борисе Годунове он был троицкий храм, его переосветили в преображенский храм. Ну, скорее всего, это было сделано из-за того, что при Петре Россия преображалась. Однажды храм в Веземах посетил император Петр I. В честь этого события его решили увенчать белокаменной короной. На вершине короны был еще крест. Ставился крест, он на специальных растворках. Вот сейчас уже этого нет. Интересна технология ее создания. Корона, она составная. То есть она собрана из разных частей. По сути, собирается как конструктор лего. То есть там есть пазы специальные, все без раствора. Таких храмов, увенчанных короной в Подмосковье, было всего два. Один в Дубровицах, второй в Веземах. Оба связаны с именем Бориса Голицына. Спасо-Преображенский храм стоит на возвышенности, поэтому был виден издалека. Корона, переливавшаяся на солнце золотом, привлекала внимание путников. Можем видеть краску. То есть нижний пояс короны был красного цвета, а верхний был желтого цвета. То есть золотого, был покрашен охрой. И части этой краски охровой мы можем с вами видеть сейчас. В 60-х годах 20 века состояние короны, венчавшей главный купол Спасо-Преображенского храма, вызвало обеспокоенность у реставраторов. Декоративный элемент решили снять. Сначала корона хранилась в алтаре, потом стала фактически бесходной. О реставрации задумались, когда передали музею-заповеднику Пушкина. Прореставрировали ее своими силами. То есть наши сотрудники это делали своими силами. По чертежам, по старым фотографиям ее восстановили, ну в течение месяца примерно. Вернуть корону на купол непросто, поэтому ее решили установить рядом с храмом. Так посетителям музея-заповедника Пушкина будет удобнее детально изучить уникальный экспонат. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».